Подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 12 февраля отметят юбилей. Эта служба была создана приказом МВД СССР 55 лет назад. Она контролирует гражданское и служебное оружие, а также деятельность в частных охранах предприятий и детективов. За повседневной работой разрешиловки наблюдал Дмитрий Зелинский. В здании номера 56А бывали все южно-сахалинские владельцы охотничьих ружей и травматов. В этом зале получают лицензию на покупку и разрешение на хранение. Также здесь работают с частными охранными предприятиями. Поле деятельности у островных сотрудников службы внушительное. Вообще на территории Сахалинской области у нас зарегистрировано свыше 15 тысяч владельцев оружия, у которых в наличии находится 27 тысяч единиц. Также у нас зарегистрировано 66 предприятий частных охранных, под которыми под охраной находятся свыше 8 тысяч объектов. А эти предприятия дают работу 4,5 тысяч наших граждан Сахалинской области, которые имеют удостоверение частного охранника. Инспекторы разрешиловки знают, как живут владельцы оружия. Его надо не только грамотно по закону использовать, но и правильно хранить. В прошлом году за нарушение более 300 сахалинцев лишились своих стволов. Последствия легкомыслия или халатности могут быть страшными. Храню оружие дома в сейфе согласно всех руководящих документов. ЦЛРР проверяет условия хранения периодически. Я считаю, что никому оружие допускать, давать нельзя, потому что вот из-за этих случаев в мире. Магазины, где продают оружие, тщательно и регулярно проверяют. Законы и инструкции регламентируют каждый шаг их владельцев. Торговые залы, огнестрельный и холодный ассортимент, организация работы с клиентами под постоянным контролем. Здравствуйте. Здравствуйте. Инспекция по основным поручениям. Курс-1 прибыл для плановой проверки ежегодной. Хорошо. Проходите. Готовы у вас. Беспечить сельфер по климу. Некоторые ЧОПы владеют служебным оружием. К ним тоже предъявляют жесткие требования по хранению пистолетов, помповых ружей или глотоствольных карабинов. Обечатанное помещение сигнализации, сейф, номерная бирка, пулеуловитель, место для смазки – важен каждый нюанс. У нас плановые мероприятия проходят от охранных организаций. Приходим, проверяем комнату хранения оружия, техническое оснащение, документацию, оружие, патроны, которые находятся. Далее мы проходим по объектам охраны, проверяем надлежащее исполнение обязанностей охранников, которые находятся на местах. Отдельное подразделение службы в составе УВД появилось на Сахалине 1 августа 1994 года. Тогда в нем было всего 5 милиционеров. В 2016 году Разрешиловка перешла в Росгвардию, а сейчас в Сахалинском центре трудится более 60 сотрудников. Дмитрий Зелинский, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Солнце-ТВ. Дмитрий Прокошкин, Солнце-ТВ.